Ты ставишь ногу и всем корпусом бросаешь, чтобы у тебя рука была вместе со спиной. Ты доводила бросок, чтобы у тебя было это все вместе. Давай еще попробуем. Перемяч. Бросок – один из важнейших элементов гонбола. Чемпионка мира и девятикратная победительница Российской Суперлиги Ксения Макеева уделяет внимание каждой мелочи. В прошлом сезоне за сильнейший клуб страны – Ростов-Дон – она забросила 111 мячей. Несмотря на это, мастер-класс в родной школе стал для именитой гонболистки первым в жизни. А где что-то новое, там и волнение. Она мне сделала только одно замечание при броске, но я стараюсь больше не повторять эту ошибку. Она сказала, что при броске надо руку немножко ниже делать, чтобы он не улетал на ворота мяч. Она говорит поднимать руку и прямо прыгать. И никогда не напрыгивать на игроков. Сама Ксения Макеева на старте карьеры выступала за Уфа-Алису. В текущее межсезонье столичный коллектив переживает перестройку. Команду покинула лучший бомбардир «Лисец» Екатерина Бобина, а также Мария Будилина и Альбина Мурзалиева. А еще трое завершили карьеру. Выступая за Ростов-Дон, Ксения продолжает следить и за родным клубом. Мы с ними играли, два раза в чемпионате встречались. Они показывают свои зубы, бьются до конца. Тем более, когда мы играли после чемпионата здесь в Европе, в декабре у нас была игра против Уфа-Алису. Я думаю, что девчонки старались показать свой максимум, и это правильно, потому что в таких играх проявляется характер, набирается опыт, и они смотрят, куда нужно расти, к чему стремиться. Закончился мастер-класс Ксении Макеевой товарищеским матчем. Даже дома в Эфи отдыхать спортсменке некогда. Тренерский штаб Ростов-Дона на передышку после сезона выделил только две недели. А уже после тренировок по индивидуальной программе и подготовка к новому сезону российской суперлиги. Лилия Шафикова, Иван Тружков, Тимур Абсалямов. Столичные новости.